Быстрые атаки, жесткие единоборства, броски с разных дистанций. В центральном матче один из лидеров омского флорбола, клуб «Армада», сразился с победителями чемпионата области в дивизионе «Б» команда «Энергия». Равный спор на старте матча. Капитан «Армада» Алексей Лобко открыл счет. Флорболисты команда «Энергия» ответили в том же стиле. Даниил Труш забил ударом с лёта 1-1. Битва за инициативу, мощный напор флорболистов «Армады», отличная игра новичков клуба. По регламенту соревнования команды могут дозаявлять игроков. Нападающий Сергей Корсаев и защитник Данил Коверда быстро вписались в игровую модель «Армады». Серия атак, Корсаев забил гол и сделал передачу. «Армада» повела 3-1. «Армады» отличный стиль игры, очень быстрый, динамичный. Мне маленько тяжело, пока бегать много. Но передачи и диагональные у меня проходят хорошо, все самое детство, поэтому стараемся в этот стиль влиться». Яркий отрезок, высокие скорости, атаки на встречных курсах, красивые голы. Игроки «Армады» забили в быстрой атаке. Флорболисты «Энергии» вновь классно сыграли в касане. Передача и бросок с лёта 4-2. «Мы кубок начали с поражения. Эта игра была для нас как показательная. Мы хотели здесь реабилитироваться, потому что у нас нет ключевых игроков. Попытались играть через пас». Второй период. Натиск флорболистов «Армады». Скоростные атаки, фланговые проходы, быстрые комбинации, броски, борьба за подборы, нарушение правил, шанс у игроков энергии, розыгрыш мяча, бросок, промах, возвращение в свою зону, прессинг флорболистов «Армады». Алексей Лобков выиграл борьбу за мяч, быстрый пас. Евгений Гаврилов забил важный гол 5-2. «Настроиться, чуть-чуть сыграть на том, что соперник немножко расслаблен. Все-таки они думают, что в большинстве, и вот этот момент, он в меньшинстве всегда присутствует. Где-то убежать, где-то подержать, где-то бросить». Взрыв эмоций, игра в кубковом стиле, самодача, стремление забить. Игроки энергии вернули интригу. Николай Ряполов перехватил мяч и бросил точно под планку. 5-3. Прессинг игроков энергии. Молодая команда попыталась использовать важный козырь, скорость. Игроки «Армады» сыграли на опыте. Вновь поймали соперников на ошибки. Нападающие поменялись ролями. Евгений Гаврилов здорово сыграл в отборе. И мгновенно перевел мяч под бросок Алексея Лобко. Хлёсткий щелчок, дальний угол ворот. 6-3. «Армада» одержала вторую победу на старте турнира. «Показывали свою игру. Играли в пас, старались точные передачи делать. Отдай должное команде энергия. Команда быстрая. Много перспективных игроков. За счет опыта и получилось их обыграть. Где надо, забили свои голы и выиграли». Град голов других матча группы «Б». Команда «Ветераны» победила клуб «Импульс» со счетом 7-4. Три гола забил Максим Васильев. Финалисты минувшего розыгрыша кубка «Команда «Прогресс» взяли верх над клубом «Спарта» со счетом 8-3. Задача стоит обязательно выиграть кубок. По другой задаче, в принципе, мы бы даже и не выходили на этот турнир. А насчет турнира, да, очень интересный турнир в плане того, что серия А и серия Б играют вместе. То есть объединяют. Парни из серии Б могут посмотреть, что такое серия А, что такое. К сожалению, в этом году по уровню маленько разные получились уровни, ну, совсем разные. То есть какие-то там 3-4 года назад, когда мы играли сами в серии Б, мы маленько как-то цеплялись. Тут не получается почему-то борьбы, но парни учатся, им этот полезный опыт. Новые поединки в розыгрыше Кубка Умской флорбольной лиги состоятся 31 марта. И будет сыграно несколько матчей с участием ведущих команд. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7.